И ем такой яблочный пирог, очень вкусный, очень классный. И перо, смотрите какой щеночек, хотите себе такого? Привезу из Аргентине одного штучка, пишите кому нужен. Первый на связи, вот так выглядят апартаменты в городе Росарево. У нас тут есть проектор, смотрим что-нибудь, ютубчик, карта, как у настоящих путешественников. Ну, когда выходишь тут, очень напоминает Южную Корею, особенно узкие маленькие домики. Ну, на все. Ем пирог с пастой, и тут собака, и мой друг, Уан. Ребят, для сладкоежек, вот это вообще самая вкусная штука, Хаванна компания, очень вкусные делают. Вот это топленое молоко, очень нежное, вкусное. Это чикен винг, око, око, номийяки, ага, и темпура. Темпура, Japanese food. Да, Japanese street food. Street food Japanese. Да. Пробую первый раз в жизни, не был еще в Японии. Так выглядит мой вид из окна вечером. Вот так выглядят деньги из Венесуэлы. Пока я еще не там, но... This is traditional food in Cordova, name Lomita. It's pan... It's L-O-M. Lomita. Такой бутерброд. В общем, живу в таком уютном домике, как будто Франция, но это Гордова, Аргентина. Тут просто люди, которые во Франции жили и были, но это аргентинцы. В общем, уютный домик, маленький. Сплю тут, и там комната двух мужчин. В общем, классно. Уютно и в центре города. Бульвар улица Кардова. Буду гулять эти дни и смотреть. Тут артисты, художники под оркестр смотрят. Смотрят. Что это? Да. Да, что это? Кушаем с друзьями вкусную еду. Местный президент. Милэй, come in Cordova. Президент прилетел в город, в котором я сейчас нахожусь. И местные люди бунтуют. Кто-то поддерживает президента. Но он приехал какую-то речь толкать в честь праздника Аргентины. И, в общем, это тут нередкость встретить президента в городе. Его можно даже увидеть. Но я не хожу на эти быдло-митинги. И я не приветствую это. Ну, а так, сходить на концерт, посмотреть. Местные жители ходят. Интересные дома в Кардобе. Таких я не встречал ни в Рассарио, ни в Аргентине. Такой кирпичный, очень дорогой. Вот, очень культурная страна Аргентина. Здесь всякие выставки проходят, посвященные музыке. Это просто гитарная выставка. Внутри церкви. То есть, вы понимаете, насколько люди развиты здесь. Это очень современно и прогрессивно. Такое встретишь только в Европе. В Европе. Поэтому Аргентина, она наполовину уже европизированная. Не путайтесь с Америкой. Не америкизированная. Америку здесь никто не любит. Да, Америку вообще мало кто любит. С этого континента всех американских стран. Мало каких стран дружат с Америкой и любят ее. Это только мы можем мечтать о всяких глупостях. А тут люди любят свою страну. Ну и, конечно, Европу. Они тоже дружат с Европой. Вот. Ну ладно. Что буду вам рассказывать. Сами поймете, когда поживете, как я все увидите. Сами узнаете. А капучино, готик, собор. Это как европейская архитектура и стайл, готик. И супер важный место в Кордобе и Аргентина. Тенго. Капулы в всех странах. Вау. Это очень красиво. Очень красиво. И это очень большой. Градо. Да. Спасибо. Спасибо. Здорово. Порядка. Порядка. Вот, в общем, красивая Кордоба. Такая современная. Очень современная. Старых зданий уже почти нету, как Буэнос-Арес. Все современное. Но это как в Бразилии города, то есть. Вот она еще центра. Такая главная улица. Тоже здесь музеи располагаются. И парк. Сейчас в него идем. Молодежь со скейтами. Фотографический музей. И музей фотографий. А это музей истории. Историй музей. В каждый вход по одному доллару. Это очень дешево. Историй музей. Саймитопарк. Ага. Музей фотографий. Да. Да, да. Вот такой необычный музей с вот такими каменными столбами. Сейчас попытаемся в него зайти. В общем, тут четыре музея. Прям вот в центре города. Прям очень близко. На одной улице. Вот. Ну, в общем, очень красиво, чисто. Город безопасный. Без мусора. В общем, с каждым городом после Буэносареса все лучше и лучше. Вот. Ну, они отличаются. Нельзя сравнивать Буэносарес с остальными. В общем, интересный парк. Здесь каждое кольцо делали каждый год. То есть наступает следующий год, строят еще одно кольцо. И этот парк застроили уже, ну, больше 50 лет этот парк. Да, значит, тут, наверное, 60 колец и больше. Интересная затея. И необычный такой парк. А еще здесь электрическая вышка. То есть весь свет в город подается отсюда. Ну, и монумент еще артисток. Мусор сортируют. Вот, напомню, в чем плюс южноамериканских стран. Опять же, как в Европе. Все цивилизованно, чистенько, хоп-хоп. Без отходов, экологично. Кто смотрел мои видео про Парагвай, вы знаете, я ненавижу парки. После этого я очень не люблю. Ага, музей натуралиста. Вот, натуральный музей. Вот, там видны скелеты динозавров. Сейчас узнаю, сколько стоит. И вот так необычная крыша у здания. Закругленная со всех сторон. Модерн архетекта. Вот она, аргентинская культура. Сидят, пьют мяты, кушают печеньки всякие. Ну, студенты-студенты. С питомцами, с собачками. Кошек тут не любят, да. Ну, кошки дома сидят, но их мало тут. Питомцев, собак больше тут заводят. В общем, счастливая страна. Отличная. Совсем не бедная. Бедных частей страны есть, конечно, но там мало этих городов, деревень. В основном везде хорошо люди живут. Ну, именно сами аргентинцы. Понятно, что приезжие, мы же никогда не знаем статистику, не смотрим. Конечно, по статистике, именно иммигранты здесь бедно живут. Да, там, в фавелах и еще где-то. И вот они бедные. Поэтому всю страну нельзя называть бедными. Нет. Есть определенные группы людей, иммигранты. И они, да, они могут быть бедными. А вот аргентинцы не. Аргентинцы богатые. Ну, для своей страны, понятное дело. Уже они поедут в Россию, они уже не смогут такими богатыми быть. Полицейских сколько много, конвоем ездят, бывают. Вот снова базар, который приезжают артисты, ну, к живущей здесь и торгуют своим ремеслом. То, что они изобрели, сделали руками. Это все от украшений до всяких там игрушек. Тут продают. В каждом городе Латинской Америки Аргентины есть. Вязаная. Вот Ира, привет тебе, вяжешь. Чеси. Ребят, ну для этого я вертикально и снимаю. Как еще показать эти каменные джунгли? Посмотрите наверх. Ну и вот вдоль города течет такая река. Каньон, сказали, есть. Зашли в магазин выпечки. Всякие булочки, куросаны, сладкое. Ну, в общем, тут это дороже, чем в некоторых странах, но все же имеется. Как всегда в торговых центрах много народа. Ну, пойду, полазаю, посмотрю. Погреюсь. Дети счастливые, играются, рисуют, прыгают. Хорошие детские площадки. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такой Плаза Сан-Мартино Очень такая монументальная улица Со сквером, парком, флагом и собором Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Сегодня на вечер едим пиццу такую Но она из супермаркета и микроволновки ДимаTorzok ДимаTorzok Итак, посмотрел я первый из трех музеев Находится это музей на Эво Курдево На этой улице Музея Супера Эвита В общем, это больше как галерея музей Один из трех посмотрели, идем дальше Тут хороший музей Вот красивые картины Вот так раньше выглядела Аргентина Женщина Начинаем смотреть музей Эмилита Карапа И тут артс и всякие штуки нестандартные Четыре этажа этот музей больше В прошлом было всего два Вот какие игрушки были у индейских, латинских детей в детстве Творчество Тут люди рисуют свои всякие художества и арты Сейчас в современных музеях ты сам можешь оставить свой след Будут смотреть А это история вот этого жанра типа искусства Первый раз вижу, честно Первый раз Где-то этому учат, где-то изучают это все Потому что это выглядит очень интересно Спецэффекты от Илюхия и Каса Я лучший фотограф в мире В первый раз вижу такой креативный стиль То есть наполовину есть рисунок, наполовину нет И ваш мозг сам, насколько вы креативный, додумывает сюжет, историю и дорисовывает картинку Допустим, картины без лица В общем, это что-то новое, я такого не видел А я видел много чего А вы знали, что в мире появилась самая модная тенденция новых картин? Это картины без лица Скоро это везде будет во всем мире Такое помещение с эхом Вау! Эгэгэй! Вау! Вау-вау-вау! Класс! Все такое большое, а мы такие крошечные Мне нравится этот арт-музей тем, что тут показывают, как рисуют эти картины Последний этаж В общем, этот второй музей мне понравился больше Сейчас посмотрим третий, что там ждет меня, не знаю Поэтому на разных континентах искусство отличается Где, как не в Латинусе, в самой безумной странах Могли придумать такой арт, как из матери утроба тянется и ребенок висит Очень креативно, прям завораживает и пугает и вообще Но такое я нигде не видел В других странах нет Чуть-чуть посмотрим старые здания Точнее, латинского происхождения Они не старые Но, ну, латиноамериканской культуры архитектура такая То есть, чем больше детали, чем они массивнее, тем красивее у них архитектура Ну и такого песчаного, беловатого цвета обычно здания Пришел в последний музей Даласио Диониси Это, в общем, музей фотографий Здесь показаны разные экспозиции с фотографиями Всего два этажа, небольшой, но уютный И те, кто увлекаются фотографией, тут увидят разные работы разных артистов Это не художественное, не художественное произведение Ну, еще этот музей напоминает, что итальянская культура присутствует очень сильно в Аргентине Здесь очень много иммигрантов из Италии В общем, ребята, это очень эксклюзивно Никого больше не увидите Этот фотограф очень рисковала Вот это те самые криминальные времена Когда в Аргентине был рассвет разбоя, криминала, бандита Понятно, что там и военное время, да, там замешано И другие социальные, но в целом до сих пор все это осталось Просто это в очень маленьком объеме Но раньше, конечно, Латинская Америка была как СССР Да и сейчас многие времена, как СССР, 90-е осталось То есть такое очень... Очень захолустное время Вот Ну, в общем Вот это фотограф В общем, очень серьезная эта работа Документальные снимки Фильмы она не делала, но хорошее Спасибо В целом, это был последний музей Тут есть еще в городе другие Около пяти Но я пошел в самые главные интересные И в остальные, наверное, не пойду Уже достаточно всего Узнал, посмотрел Чуть-чуть что-то касалось самой Кордобы Но большая часть это, в общем, вся Аргентина Посвящена этому музею в Кордобе Приходите, смотрите Да, по средам напоминаю всегда бесплатно Во всех городах мы видим Ну, а так вход смешной Одна тысяча песо Бывает две трети Но это дешево Можно ходить в музей Ребят, еще одна из особенностей Вот они делают шипы от голубей Чтобы они садились и не какали Обезьян тут нет, как в Азии Тут они от птиц Пошел погреться в большой торговый центр И пойду домой Увожу хамота путешественникам Особенно, кто кругосветку совершал Такие путешественники есть По Южной Америке, по Азии То есть это очень интересно гонять Но я не водителем Не разбираюсь в этом Наверное, это не мой стиль путешествия Но, может, когда-нибудь попробую Вот Сейчас позахожу всякие соломоны Снарягу инвентарь смотрю Просто для общего развития Знать, что хорошее, что нет На будущие путешествия Хотелось бы иметь Разный комплект снаряжения А не как сейчас у меня Все жаркое под Азию Ну, то есть Но оно Чаще всего бывает не подходит И приходится импровизировать Поэтому какую мысль Хотел я до вас донести То, что Нужно снаряжение Одежда подходящая Под страны Под Африку одно Под Азию Немножко другое Но похоже В Южной Америке Надо иметь теплые вещи В Европе Это полностью теплые вещи Там всегда дожди Вот То есть надо все знать Все смотреть Вот И разбираться во всем Путешествия Это большая работа Это не Орел А даже Орел и Решка И то для них Это за кадром Если спросить Это большая работа А уж как в реальной жизни Люди путешествуют Как и меня То это очень сложно Очень большая работа Проделанная мною Поэтому за это я заслужил лайк Подписку Завидим Смотри Пиши Будем общаться в Инстаграм Смотри меня Пиши В Директик Предлагай что-нибудь Сотрудничество И оплата Спонсорства Приветствую Не откажусь Зовут меня Илья Айкас Нет Можешь так Хоть так Давай Ага Погружились Ребят Пора смотреть Что в холодильнике Аргентинцев Типичный Аргентинца Мужчины Вот такой Рациончик Фруктики Сырок Яйца Овощи Все готовят Мясо Конечно Пиццы Готовые продукты Перемени Ну все Покидаю Я Пордова Уезжаю Уезжаю Впереди 300 км В Сан-Луис Через три города Примерно Шесть часов Дороги Еду автостопом И Рио Квардо Проехали Небольшой городок Такой же городок Следующий Вилья Мерседес И Потом Сан-Луис Он же Главный город И этого штата И этот город Так что я туда еду Это еще надо Километров 200 Ну еще где-то Часа два-три Автостопом Ага Вот Ну тут пейзаж Некрасивый Поэтому я много Не снимаю В основном Тут фермы С лошаднями С коровами Тракторы Пшеница Встречаются Фабрики Всякие Заводы Там делают Ну в основном Это молочная Обработка Опять же Они производят Сыры Молоко Йогурты Сгущенку Вот В основном Это вся суть Аргентины Ну и ее Жизнь бытовой Такая Вне города Ну вот так Выйдет Небольшие Такие городочки Есть церковь Католическая Вот живут В домиках То есть Тут уже нет Многоэтажек Вот в таких Городках Небольших Ну то есть Почти ничего нет Поэтому и трафик Малок Ну здесь живет В пустынные края Аргентины Ведема 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 Пэрро Комэ Карне Карне Оооо Ньокис Традиционал Аргентина Комида И Карне И Карне И поста Это такие Пельмешки С мясом Вот Аргентинские Время обеда Это я Ем Ну приехали Небольшое озеро Есть Сан-Луис Да тут Природные места И хочу показать Видишь Вьют Вороны Вот эти вот Как раз таки На всяких столбах Свои гнезда Всякие вот эти птицы Вот Так что Это Потреро Де Флоренци Вот в общем место Ну в Сан-Луисе найдете Погулять тут озеро Типа парка Ну можно гору найти Такой Отель тут Да Такой вот В стиле Америки Такие вот современные страны Имеют такие функции На озерах На хранилищах Такая природа Аргентинская Это уже не джунгли Не тропики Но по прежнему красота В общем горная Аргентина Смотрите каких вам лоросов Птички лорос называются Такие Попугайчики Как бы Ну не знаю Красивые Прогулочка По парку Такой вот Природный парк Небольшой Вот Какие-то места Вот Для лошадей Ну в общем Такой небольшой парк Ничего особенного Продолжение следует... Час согласен Такой Очень доброе Мой essentей Очень доброе Content С PLAYBIE И... Часто eti Не По сути БЫ course И в данном Уー В общем Очень хорошо să Ух Ух такие симпатичные грибочки под ними можно от солнца прятаться еще это шляпу напоминает бруно залез в воду в общем прохладиться ножки помочить забавный пес в общем такой но он старый ему уже 14 лет причудливо ходит так пришли на каньон но здесь закрыто вот объехали кольцо в общем здесь это река хранилище точнее воды вот такое вот живописное место пескада поймал что-то санты рыбка маленькая показывают достопримечательностей их не так много находятся в центре сан луисе первое место это казино нью-йорк со статуей свободы посмотрите почти что настоящее и товар нью-йоркский нью-йорк нью-йорк сша пошли дальше ну такая площадь вокруг гуляют все вот монумент парк церковь есть такая молодежь тусуется но без бомжей классно мне нравится прям только в больших городах есть достопримечательность сан луица небольшая такая церковь католическая да тут опять же с рельефами с красивая латинском стиле то есть песчано-белый цвет помните песчано-белый цвет это всегда значение латинской архитектуры древней знаю как раньше было но 2024 мода в аргентине для молодежи детей носить на голове это то есть они этих птичек берут вешают и носит даже взрослая то есть свои такие приколюхи у аргентинцев ну как украшение или любят следовать моды внезапно я стал маленьким и книги стали огромными на самом деле я маленькие книги большие индейцы нафиг я тоже крутой как индейцы видите как тут у них колодец истории здесь собрана вся история латинской америки но аргентины мне интересно такой музей с интерактивом то есть взаимодействуешь с объектом и тебе историю рассказывает но на испанском конечно интересные такие музеи современные прям хотя города это маленькие вообще даже тут это есть вот тут разные губернаторы писали да да а соглашение и писали здесь договоры конституционное время было в общем важная бумага сейчас покажу мне очень нравится вот эти арты которые созданы ручку ручной работы из обычных материалов это вот это только в аргентине я видел такие вид арта кто здесь очень популярны мне очень нравится так как я сам рукоделием занимаюсь люблю но еще железные статуи сан-луис меня порадовал хороший вот такие музеи ночной испанский футбольщик блин давай давай расскажу коротко про сегодняшний мой последний день сан-луисе я не отдыхал как обычно я люблю один день никуда не ходить отдыхать сегодня я встречался с женщиной христины она мне помогла купить билет на автобус также мы с ней вместе покушали и я несу некоторую чтобы угостить мою еще одну подругу здесь она более уже моего возраста вот и вот мы с ней хорошо дружим и тут мы с ней чуть-чуть попрощаемся и завтра я уеду в мендосу все хорошо и гуляю в общем сан-луис хороший город не весь везде помогли тут же мне кстати вот эту кофту подарили теперь у меня достаточно одежды чтобы ехать дальше пока ребят короче ходить гулять не знаю как называете свидание не свидание с девчонками бывает сложно мне приходится ждать по 30 минут по часу то есть уже третий день вот так встречаемся час ждать не ребят мне нет столько времени это очень долго в латинской америки с ставить время и не знать во сколько встретиться во время не приходит так что это минус девушек здесь не всех но вот и подошли мои очередные четыре дня в городе в этот раз был сан-луис город небольшой но интересный были интересные знакомства жил очень гостеприимные женщины христины и еще познакомился с другой женщины и еще девушка и там это чем вообще понравилось мне вот конечно без людей бы интересны и тут бы было скучно а так еду в мендосу но там сам по себе город интересный мне там даже особые знакомства и не нужны буду просто гулять там есть делать вот на автобусе поеду в общем буду в мендосе последний город в аргентине держим кулачки смотрим фотки в инстаграм в контакте в альбомах и спрашиваем пишем смотрим видосик и скоро это большое видео завершается сейчас еще миндоса еду на автобусе ехать три с половиной часа опять же автостопом я бы приехал примерно за это же время но чуть позже потому что еще ждать пришлось еду в мендосу на автобус напомню стоит это десять тысяч песо то есть тысяч рублей едем по каким-то маленьким городочком на деревням и уже видно ледяные пике которые закрывают ну стена такая чилийская вот лучше он он ребят присмотритесь на подъезде в мендосу прям очень рядом уже пригорода я заметил такой сан-мартин городок и тут очень много флагов аргентинских то есть патриотичного хотя ничем не примечательная улица иду по мендоса у так выглядит местная жизнь тут уже смешались аргентийцы с чилийцами ну и просто здесь другое немножко уже хотя это все еще провинция сан луис ну уже миндосов больше похоже начали я уже чувствую и мне нравится это все горы климат вот говорили что будет холоднее да нет также снова большие дороги так вот первую галерею нашел в мендосе уже конечно побольше интересности но все же не так много за один два дня можно все обойти сегодня вот хожу сейчас по музеям галереям а завтра день на большой парк какая красивая девушка поцелуйчик и отправим смотрите какая мозаика красивая мир прекрасен вот какие-то памятники местные героев наверно но это вы в википедии все посмотрите ребят изучайте историю истории путешествует а разные вещи такой красивый банк банк рахи по тарика национала вот красивый банк старинный смотрите какие окна и ставные раньше когда не было кредитных карт деньги были только бумажными да и монет раньше наверное не пользовались и было вот тут хранение денег у местных латинских людей вот вот но теперь их уже аргентинцы смесь с другими народностями ваш гид илья любя тебя красиво и ребят всегда атмосферу придают граффити всегда дает атмосферу красивая ваза ребят смотрите как украшен город все гармонично чистенько ну вот смотрите ну так эта бумажка да там две-три бумажки но это не мусор это на уровне европы россия даже грязнее у нас на уровне европы то есть мусор по два метра прошел уже заботятся о мусоре кидают куда-то то есть мусор собирают убирают все ребят листья конечно не особо подметают как нас меня в армии учили убираться всегда надо вот я поэтому такой мужичина настоящий с дисциплиной совсем не убираюсь и все готовлю дома вообще домашний цены нет везде поэтому я очень гостеприимно и и в гостях хорошо себя провожу всем я нравлюсь вот убираться надо даже на улице хотя вы там и не живете но большая дорога вот сейчас медленно вот так приближу вообще красота смотрите прямо сейчас сезон такой вообще тут час у нас уже лето у них еще отстает немножко какое-то культурное заседание что-то церковная тема про наверно народные аргентины и чили что-то вот тут проповеди или просто культурный сборщик а знаете как правил проводят время то есть досуг то есть ничего тут такого нет в этих сборах это не как у нас секции знаете там завербовали тебя тут все открыто ходишь не ходишь просто общаешься кто-то ходит с разными интересами то есть тут нет по тексту что ты там должен быть верующий той или иной расы вот тут это больше как время провождения хобби у местных жителей по всей аргентине так каких-то латинских конечно странах наверно это больше какой-то смысл играет роль более региозных но я считаю тут это так это конечно 18 плюс жесть это музей короче прокастрацию людей вот что творилось такая жесть опять же в латинской америке все возможно тут тут у них это все нормально у нас шок культур молодежный сленг ю я рисовал на стенах наше имя красной краской я всегда уверен был ю ю в городе мендоса стартует велосипедный марафон не знаю по всей ли это стране такой день но сегодня видимо тут какое-то организованное государством мероприятие всем погнали буквально чтобы на меня не наехали крутяк вообще глянь движняк какой я тоже на велике умею вау поехали поехали наверно рай для велосипедистов тут можно что удобно придумать прикиньте они все рвутся типа это эмигранты они рвутся на чилийскую границу или они короче скидки в магазинах дали все побежали за батоном по скидке пятерочку как будто я люблю мендосу и аргентину все это последний город месяц прошел скоро уже отъезд отсюда в чили наслаждаюсь последними денечками вот такой последний город сейчас я нахожусь прямо в центре медосы время три часа дня уже за пару часов я обошел большую часть достопримечательности но есть здесь огромный парк не все города такими похвастаются только в буйнос-аресе был такой же по размеру и он в медосе здесь такой же огромный красивый я завтра него пойду а сейчас просто наслаждаюсь пока не стемнело центром города здесь уже не так много исторических постройков хотя они тоже имеются и снова в полукруге вокруг площади всякие ярмарки сегодня воскресенье суббота по выходным они здесь продаются и как вы заметили ни одного товара не повторяется не то что здесь а среди даже других городов то есть все уникальное каждая такая ярмарка стоит для посещения посмотреть порадовать глаз может и купить что-то кого-то близких порадовать валенки всякие ты для дома и для всего нужно такие картины ну и такая вот в центре города улица где не ездят машины широкая дорогах для людей для гуляни магазины ресторанчики то есть от площади и вниз аж до самого терминала автобусного чистенько безопасно основа какая-то такая башенка цветели башни люди сидят так какие-то яйца пасхальные вот мы с тобой дорогой друг и прогулялись здесь прикольно экскурсия на апартаменты в мендосе но уже немножко другого плана тут больше как студия как бы вот и там две комнаты мой друг живет и я и еще комната для всяких предметов хранения а есть два мопса тут в общем буду четыре дня здесь проводить жить готовить кушать и гулять у нас есть машина мы будем ездить смотреть город на завтрак перекусывают такие булочки с джемом и отправляюсь в город это в мендосе мост такое шоссе в целом поэтому в городе нету пробок просто ребят снова идешь идешь просто пустые улицы всегда пустые улицы ну да понятно это выходные дни но блин это центр города ребят на секундочку то есть такая вот мендоса пустынная достаточно и города это очень отличаются друг от другом это реально первый такой пустынный город понимаю что он при границе но это большой город он туристическим считается но пустота в целом мне нравится такая атмосфера апокалипсиса такая пишите в комментариях как вам нравится когда много людей или мало вот а в городе мендоса присутствует железная дорога и тут ходят трамваи просто это как такие трамвайчики до начинаются всякие арты и помните мультик айнольд и я ребят и я знаю что от меня уже сейчас все таки первые два года особо никто не смотрел сейчас смотрят и хороший спасибо спасибо мясо мясо нет проблем это ресторан и мясо туда спасибо и тут ресторанная улица да вот короче я что сказал отхожу я по таким улицам да прям супер европейскими хоть европу что как эталон везде круто и первые первые два года меня никто почти все равно не знал вы не так сейчас третий год уже достаточно много обо мне знают там но сыном родственники друзья друзей да ну и какие-то путешественники тоже за мной наблюдают вот и вот в общем знаменит я теперь ребят но спросите а как вот я так могу путешествую да там деньги рода ты где живешь что ешь вот да все эти другие вопросы спрашивайте отвечу вам пообщаемся вот но просто прежде всего нужно быть хорошим человеком вот я вот вкратце так отвечу если вы хорошие той вокруг вас мир хороший и только хорошие люди встречаются на пути во всех странах путешественники это почитаемые люди вот не будьте там какими-то эмигрантами политубежище еще что-то если вы путешественник реально который хочет объездить весь мир посетите страны посмотреть все то люди будут только хорошие потому что это мне кажется самое благое и хорошее решение в жизни путешествовать вот везде но нужно изучать эту профессию путешественника это не так легко я сейчас только уже спустя три года научился путешествовать достаточно хорошо и в этом я очень сильно преуспел но есть еще куда расти в любом случае вот во всех планах и вот что скажу чем просто спрашивайте вопросы но в целом интервью со мной посмотрите где рассказывал что-то о себе вот и тоже путешествуйте если я смог то и вы сможете потому что я из самых простых людей максимум максимально простых вот гуляю по прекрасному парку в миндосе прошлые города меня не радовали парком и лишь здесь я нашел хороший парк но бой нас арес исключение там были снова какой-то причудливая даже наверное страшноватое деревце смотрите какая одинокая роза если вы тоже одинокая девушка тогда я иду к вам смотрите какая одинокая роза Если вы тоже одинокая девушка, тогда я иду к вам. Скоро я уйду туда, в горы, в горы. В Чили. По периметру Аргентины, на юг и на север, везде эти горы, они преграждают путь к Чили. И я преодолею эти горы, ведь я, Илья, путешественник. Ну и на завершение прогулки по Мендоса, мое последнее место, и на секундочку, не только в городе, а вообще в стране Аргентины. Потому что я хочу два дня отдохнуть, просто поделать дела, видео подправлять, фотографии, материал разгребать. И потом поехать уже в Чили. Благо я живу у хорошего хоста, спасибо ему, он мне помогает, и здесь все. И меня возят на машине. Вон они, как индейцы эти, да, разные народности у них. Но я лично слышал про индейцев майя, астеков, культа смерти, шаманов. Племени ганнибалов в Амазонке слышал. В общем, это музей динозавров, всем любителей доисторических времен, до нашей эры динозавров. Вот, ставьте на паузу, смотрите, что-то пишут на испанском. Хребеты, кости, динозавры. Даже что-то про космос. Ну, космос мне нравится, я раньше им сильно увлекался, изучал про космос, про планеты. Интересная тематика. Мне нравится про космос. Это для собак, но я иду как собака тут. Всякие птички, 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 птички. Ставьте на паузу, смотрите. Вот, а будете, как я путешествовать, будете тоже глядеть. И даже в живом виде увидите в зоопарках обычно. В дикой природе сейчас редко встретишь в реальном мире. Это только в Африке ты можешь увидеть. В Австралии много животных. Канада, Россия. Больше нигде сейчас живых животных нет. Только мумии. Так что на моем канале и любители животных тут найдутся. Я и зоопарки снимаю, и музеи с животными. У меня вы весь мир, всех животных увидите. С Ильей путешественников. Илья Малышев, Айкас, псевдоним на английском. Все меня знают так еще. Ну, или первый просто. Вот. Короче, ребят, подписывайтесь. Для своих чисто Илья. Змея. В реальной жизни никогда не увидите. Опасные пираньи, крокодилы. Ух. Никогда не увидите они, ребят. Коносы. Блин. Это же настолько сложно их, правда, увидеть. Даже проведете вы неделю в кемпинге, в горах, проживете в палатке. Но я не знаю. Вот из этих около сотни особей вы, наверное, десятку, если увидите, то будете счастливчиками. Гав-гав-гав-гав. Привет, я люблю тебя. Кря-кря-кря. Хотел бы я посетить все страны мира и потом спокойно сесть в такой домик и написать книгу о моих путешествиях. Остановить путешествия, когда все будет готово. Встретил трек путешественников. Дом путешественника. Дом на колесах. И они даже начертили варшрут. Они ехали из Ругвая в Оргенте. Людей нет, а то бы попросил Инстаграм. Ха-ха-ха. Это что за смурфики-фиксики сидят тут, а? Признавайтесь. А-а-а-а. Вон трамвай. Вон трамвай. Настоящий. Вообще крутяк, короче. Сбор этих косплейщиков по Звездным Войн. Вообще тут все. То есть это говорит, что вот очень популярно во всем мире, да, Звездные Войны. Смотрите. Мандалорец, звуки, штурмовики. Кайл Лейрнен. Дорт Малх. Дарт Вейдер. Этот толстый почему-то. Кайл Лейрнен. Кайл Лейрнен. со всех стран каждый людей мне пишет это спасибо смотрим реалити-шоу в колумбии общем проходит шоу и они там соревнуются испытания проходят ну вот интересно 4 команды гамма бета альфа омега приготовил картошечку кушаю картошку потато это город росарио идуща скрипке тут есть два парка большой торговый центр но в цели городок достаточно заброшено видит выглядит местами где-то он только строится и говорят что тут небезопасно вот такая небольшая жизнь местных рыбачат не знаю хороший плюс города росарио то что здесь есть река есть вот такая набережная летом здесь можно найти пляж для купания и в целом тут много парков сейчас иду вот начался старый город сейчас пойду гулять туда то росарио на целом такой большой но основная часть города маленькая то есть где ты гуляешь да где все есть интересное для туристов три дня достаточно буду гулять смотреть я живу рядом с фавел каких-то не видел не знаю нормальный город маленький центр города отлично для туриста главное жить конечно в центре да близко что тут только автобуса метро нет в общем росарио такой средняк город типа проходной проездной кордова интереснее как мне сказали но тут еще такой же сан-фе неинтересно я туда не поехал короче проходное все после бонос-ариса все будет не то не так в любом случае не будет дотягивать вот так ведутся раскопки ребята значит ученые находят сведения до каких-то исследователей о том что там что-то под землей найдено и идут несколько месяцев до несколько годов раскопки и находят достопримечательности для музеев науки изучают интересная увлекательная профессия но я думаю сюда только специалистов берут потому что тут нужно разбираться своем деле вот посреди недели такой небольшая плоскость населения в городе то есть нет толпы людей все работают они как в южной корее доме вообще сиул копия небо паспортное но к такой погоде уже привык надо только утепляться курткой но иногда бывает солнечный день безветренные но иногда более прохладные навсегда забудьте а то что южная америка это бедные страны у них городах есть вертолетные площадки у компании и офисов поэтому это страны не бедные это не центральная америка это южная америка это два разных континента до и после в бразилию не считаем ну вон молодежь учится получает образование в таких зданиях красивых учится институт какой-то наверное еще в росарио встретишь огромные очереди да и вообще во всех городах их постоянные какие-то заведения супер мега популярные куда все люди идут им пофиг что очередь стоять часами так во многие заведения интересный факт что в росарио очень две больших знаменителюсти родилась и прожила какое-то время это был знаменитый футболист мэсси дань еще живущий да и раньше было чей гевара его все знают в американском мире это тот кто сделал мир на кубе был там президентом в общем он родился здесь в росарио поэтому росарио он важен для таких вещей это интересно что я тут был а тут родились такие мэсси футболист ну крестьян рональдо вы знаете он в португалии но это не про это не просто огроменный монумент тут еще целая площадь со внутренними фигурами со всякими рельефами и надписями еще тут музей внутри есть подземелье но он сейчас закрыт очень круто очень даже в столице буйнос-аресе нет такого места поэтому это всегда означает что столица страны это еще не лицо страны можно найти другие исторические монументы старые вещи здания в других городах которые будут рассказывать больше вам о стране поэтому не сидите в столицах да там лучше всего инфраструктура социальная жизнь но вы же путешественник вам нужно проехаться как можно больше городов и стран я все же таки придерживаться этого мнения они сидеть в одном месте по годами надо за всю жизнь все вот посмотреть зачем же тратить на какие-то отдельные поэтому я глобально путешествую и вот я нашел это место вы бы не нашли вы бы сидели в своем этом и все а я по всей аргентине крутой но я еще буду ездить здесь и другие года прилетать это не за один раз может я всего очень много потрачу здесь времени но сейчас я трачу всего месяц на страну то есть это глядеть примерно четверть всей страны то есть 25 процентов и запомните это касается всех стран у меня везде одинаковый план метод путешествий так это надо учиться я буду рассказывать в лекциях так путешествует единицы как легенда антон кротов и другие вот но они это сами придумали такие путешествия и я сам до этого дошел вот то есть вы меня разговорили я просто знаю кто меня смотрит в основном новички начинайте путешествуйте узнавайте в россии ресурсы все для интернета не смотрите этих блогеров ю тубе особенно иностранных от них не будет толку вот учитесь сами путешествовать общайтесь в группе академии вольных путешественников вступайте в другие клубы путешественников ходите на встречи понятно в маленьких городах скорее всего вас нету но узнаете может у вас есть какие-то знаменитые путешественники и все аргентина для многих в жизни очень важная страна для меня это просто страна как часть путешествия большого то есть у меня нет тут каких-то важных вещей в ней но для кого-то может очень важно побывать хоть раз жизни в аргентине поэтому изучайте смотрите я вот тоже сейчас в рамках светлого большого путешествия все смотрю и изучаю вот потом когда-то я буду отдельно выбирать страны которые очень важны для меня в плане интереса вот поэтому аргентина подходит вообще для всех путешественников в любом возрасте очень важная страна очень во всей америке их тут много стран но не все такие важны как аргентина поэтому ребят послушайте еще раз промотайте подумайте немножко а так глядите видео марина на диванчике я все для вас делаю я один а вы все смотрите просто ну давайте ребят может мы когда-то поменяемся с вами местами я надеюсь на это привет мы гуляю я здесь по росарио буду здесь четыре дня как в остальных маленьких городах да там кордова санта-фе сан-луис минбоса тут уже можно по 3-4 дня обходиться но один день у меня тратится на автостоп на дорогу я отдыхаю остальные три дня полностью погулять посмотреть с головой хватает вот сейчас смотрю сэнтро инросарио монументу очень важная вещь и целом смотрю другую жизнь аргентины вот уже вне главного города тут уже все интереснее в плане бытовухи смотрите дальше здесь есть река да и так в альме винограду впервые во всей истории еще военное время создал флаг аргентины именно здесь в росарио этот монумент означает что он очень известный воитель да и он создал флаг аргентины который по сей день сейчас очень важное место для истории уже он известный футболист в городе росарио уже шесть человек за день к нему подходили фоткаться а я всем говорю я известный путешественник илья со мной никто не фоткается как будто индейцы атакует но ноюю но вот типичная арбат как будто бы до улицы где туристы гуляют что-то да но как туристы тут почти нет туристов кроме меня но в общем это место старинные лифты очень старые такой что я здесь был здесь он родился но умер он в боливии в общем я побывал в легендарном месте здесь в этом доме он жил внутри конечно не осталось его а монументов просе нету но было тут это окей вау это очень опасное дерево никогда не видел с шипами прикиньте ночью идете по лесу такое дерево но благо в лесах они не растут это тут вырастили очень редкая порода с шипами дерево вау гуси приплыли на кормежку да и голуби едят и гуляем тут вот так ну в общем это парк очень сложное название не знаю уже устал для вас смотреть никто за это не платит а так вот парк в росарио да он единственный он не очень больших размеров и он разделяется на два один на другой стороне дороги погулять на полчаса так пройтись гуси все то же самое такой стандартный парк но для города росарио он такой топчик тут другого ничего нет лучше парка а ну вот красивенько так чем у них есть речки где купаются как у меня в курске ну то есть маленьких городах где есть реки тут купаются правда мы видели сейчас какие рыбы водятся в этой реке и тут пираньи ну ладно сейчас идем смотреть на большой мост через две провинции он соединяется ребята аргентинцы привели меня посмотреть на платный музей про рыб и всех их ловят здесь в реке росарио и выводят продают заботятся сами о морской фауне и сделали музей а на первом этаже их выводят и лаборатория вот так вот а окей десла сомики вот они как выглядят настоящие пираньи они не как фильмах маленькие они реально большие больше чем рука они эти руки и откусывают фильмах это так я целую девчонка водный мир какие они все монстры глядите на этих морских монстров селедка это водный мир это такой интерактивчик ты можешь сделать моря реку если я разрушаю цвет меняется скотики но это не электрические общем мне понравилось а как вам пишите в комменты ставьте лайк посещаю зоопарки вот эти тоже для вас парк через дорогу тут такие цветочки наверное летом здесь больше цветет ну и мне нравится что тут монументами статуями украшают ли какой-нибудь тибелиск поставят то есть не просто парка еще какие-то культурное наследие в общем типа они тут каждый день меняют вот эту цифру типа какой день такой и ставят здесь и это очень круто прикиньте вообще застопил трак вот и еду чем у них есть речки где купаются как у меня в курске ну то есть маленьких городах где есть реки тут купаются правда мы видели сейчас какие рыбы водятся в этой реке идут пираньи ну ладно сейчас идем смотреть на большой мост через две провинции он соединяет всем пришли тут это еще собака еще кошка там еще дети это вообще ребенок той собачки у него два собачки но они Мы все маленькие. Что смотрите, ребята? Стоюсь только в машине. Минут тридцать стою. Ну, максимум тридцать стоять. Написал, что там год стою с рюкзаком. Привет! Сейчас я хотел бы вам показать дом, в котором я живу. Это типичный аргентинский дом, именно дом. То есть, он не имеет огорода, но зато имеет двор с бассейном. Огороды у них не делают, да, понятно. У них есть фермы отдельно от деревни, есть дома, где живут. В общем, вот так выглядят типичные дома вне городов Аргентины. То есть, в больших городах живут в апартаментах обычно или в больших коттенджах. А здесь полноценный дом. Ну да, вот гостиная. Тут едят и смотрят телевизор. Это кухня. Такая длинная, типичная кухня. Это считается большая кухня. Собака. Прачечная. И двор. Двор с бассейном. С комнатой для отдыха. Балкон, крыша. Еще какая-то комната. Там хранятся всякие вещи бытовые. Ну, на крыше ничего особенного. То есть, тут вешают вещи. Здесь не сидят. Ну, и второй этаж дома. Две гостиных. Вот. Пустая комната. Душевая комната в стиле Аргентины. Красавчик Илюха. Ну, и комната еще одна. Как раз в ней я и расположен. По утрам у меня вот такой вот вид из окна. Вот. В общем, красивый горный городок. Провинция Сан-Луис. Ну, и город сам Сан-Луис. Вот. В общем, горный такой. Ну, и напомню. У них нет отопления вообще в домах. У них нет батарей. Печек. Нету. Нету у них. Они обходятся просто обогревателями. Или еще некоторыми. Они спят в одежде. Ходят в одежде. Ходят обутые всегда в доме. Это всегда в аргентинских домах. Апартаментах тоже зачастую. Ну, так же и нету. В апартаментах тоже обычно нету отопления. Но там немножко больше вариантов, как его можно сделать. А в таких домах обычно нету. Все спят под тремя одеялами. Вот. Холодно. Особенно второй этаж. Он более прохладный, чем первый. Ну, в общем, живу. Вот. Вот такой небольшой блок. И, блин, хочу побольше просмотров на это видео. Поэтому подпишись, поставь лайк. Позови друзей. Вот. Это уже подходит к концу видео про Аргентину. Но... Вот. Дальше будет видос про Чили. Вот. Ну, вот типичная Америка. Посреди рабочего дня. Никого нет. Все работают. То есть, это среда. Людей немного. Ну, пешком мало кто ходит. На машинах все. И автобусы. Вот. Ну, это такой небольшой. Даже это не городок. Это как такой поселок. Вот. Ну, я не знаю. Типично по всем американским странам такое. Ну, я бы не назвал это спальным районом. Потому что это и есть весь город. То есть, тут нету отдельных. Это и есть город. Так вот он выглядит. Просто здесь есть, конечно, главная улица. Где там большой торговый центр на весь город. И все. И всего тут два продуктовых магазина, в которые надо идти 20 минут. То есть, блин. Ребят. Вот она настоящая Америка. Вот так в целом и живут там. 70 процентов. Да, там. Бразилиан, аргентинцев. Там. Балийцев. Балийцы. Вот эти все страны. У них вот так вот жизнь. Вот. Смотрите внимательно. Вот так. А большие города это как исключение. Да. Там все деньги вложены. Там. Понятно. Молодежь учится. Работают. Офисы. Но. Иностранные компании. А так. Ребят. Вот так и выглядит жизнь. Вот. 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 Ну понятно. Тут какой-то криминал тоже есть маленький. Да. Ну понятно, что на такое маленькое он будет маленький. Большие города больше криминал. Офис. Офис. Криминал вам. Вам бы только про криминал. А так никакого криминала для меня нет. То есть если вы умеете путешествовать. Вы мудрый. Умелый. Ну где-то. Да. То. Нормально. Ну вот такое. Ребят. Вот. Типичная атмосфера. Прям. Чувствуется. Американская. То есть вот такие большие супермаркеты. На весь город. Но могут два их быть. И все люди идут затариваться. Пока он работает. А так он пустой вообще. И не очень большой. Ну в общем сегодня будет бытовой день. Но я еще в город пойду засниму. Чуть-чуть. А так бытовуху показываю. Но это атмосферно и интересно. Это Сан-Луис. Вот город. Такая небольшая панорамка. Ну конечно камера мало передает. Это вот старая часть города. Где я живу. Спальная. А побольше зданий это центр города. Но город все равно небольшой. Где-то час пешком. Вот. Иди. Поднялся в гору. И вот гора Монтана. Вот на такую городу мы почти поднялись. Мы с Августиной так вот шли типа. И короче вот. И там были. Вот это острая такая колючка. Но она в голую кожу конечно может проткнуть. Кровь потечет. Но одежду не протыкает. Но все равно. Надо осторожно быть. Хоть хорошо что кактусов нет. Т. ЭТАН. Господь. Господь и Иисус Христос. Господь. И. ЭТАН. Господь. ГОСПОЙД. мои последние минуты и будем ехать еще долго будет интересная дорога через горы мендос и сантьяго много туристов студенты волонтеры не знаю в общем иностранцы едут тоже училить и тоже аргентина пока моя любимая аргентина мои любимые тут подруги и Продолжение следует...